Время говорить Анна Бережная Институт биорганической химии Это, пожалуй, один из немногих институтов в стране, в котором выстроена целая цепочка От вылова морских биоресурсов в экспедициях и до выделения этих биоактивных молекул из этих ресурсов и до внедрения биоактивных молекул в медицинскую практику То есть мы получаем из морских макроорганизмов продукции функционального питания, биологически активные добавки и медицинские препараты Я думаю, мы потом чуть подробнее остановимся на этих препаратах и добавках А сейчас мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о коллекции морских микроорганизмов, которые были собраны в экспедициях научно-исследовательского судна Академика Парин Были собраны они с 1985 по 2002 годы, затем, насколько мне известно, был перерыв И впоследствии судно опять отправилось в исследования, в различные, отправляется по сей день Так вот, сегодня это база для химических исследований, сколько мне известно, это самая коллекция Расскажите об этом Коллекция морских микроорганизмов, это, наверное, то, одно из составляющих, чем гордится наш институт Коллекция на сегодняшний момент насчитывает несколько сотен различных штаммов микроорганизмов Это морские бактерии, морские грибы И из этих морских бактерий, грибов, наши химики выделяются различные биологически активные соединения Которые впоследствии могут быть потенциальными препаратами, лекарственными препаратами И в наших экспедициях, в частности, в Вьетнамской экспедиции, в экспедиции в Арктик, которые планируются в Филиппинское море Мы также собираем на различных грунтах воду, на различных морских объектах микроорганизмов Выращиваем штаммы, замораживаем и перевозим уже в наш институт, где наши микробиологи и химики дальше с ними работают Нам очень интересно как раз знать детали и подробности, как это происходит в этих самых экспедициях Понятное дело, что судно оборудовано различными исследовательскими помещениями, да, специальными Расскажите об этом, вообще кто, как правило, входит в состав экспедиции? Ну, помимо начальника экспедиции, есть еще замы, которые отвечают за различные направления Есть зам по науке, который отвечает за подготовку научного состава Есть зам по общим вопросам, который занимается снабжением судна всем необходимым для работы Это работа гидробиологического отряда, это работа химических отрядов, биологического отряда биоиспытаний Есть обязательно у нас, как я уже говорил, отряды, гидробиологический отряд Есть два биохимических отряда, которые занимаются обработкой того материала, который мы собираем непосредственно в море И есть микробиологи, которые работают с микроорганизмами Есть у нас также водолазная служба, которые, собственно говоря, и сами руками собираются эти организмы И обслуживают травовую лебедку, это один из механизмов добычи морского сырья Не могли бы Вы рассказать о последней экспедиции во Вьетнам, как мы уже говорили, да, упоминали сегодня ее Какие открытия удалось сделать? Что привезли с собой наши ученые? Честно говоря, об открытиях говорить еще пока рано Экспедиция – это самый начальный этап наших исследований Ну, в целом, надо сказать, что экспедиция проходила в довольно непростых условиях Самое главное, что нам мешало для полноценной и качественной работы, это была погода Ну, всем известно, что ноябрь-декабрь – это сезон муссонов, дождей Сильных тропических дождей Да, довольно сильные дожди Но, тем не менее, были благоприятные дни И наши вьетнамские водолазы очень продуктивно поработали Собрали большое количество различных беспозвоночных животных Прежде всего, это губки, были асцидии, различные иглокожи, такие как морские звезды, галатурии Набрали водоросли, ну и собрали определенное количество штаммов микроорганизмов Мы заготовили для передачи уже в институт Море, как мы привыкли считать, это кладезь микроэлементов, полезных для человека И, безусловно, это в каких-то случаях, вероятно, даже панацея от каких-то серьезных заболеваний Вот есть ли уже такие препараты, такие лекарства, о которых мы, может быть, сейчас не знаем И вы сегодня сможете рассказать мне и нашим телезрителям об этом Ну, как я уже сказал, в нашем институте производятся продукты функционального питания Что это такое? Ну, в настоящее время мы выпускаем мед, в который добавляется экстракт морского ежа Кроме того, к продуктам функционального питания можно отнести шоколад Который также содержит экстракт из морских организмов Мы выпускаем биологически активные добавки, такие как фукалам Это продукт на основе фукоидана, получаемого из морских водорослей Кроме того, у нас есть замечательные медицинские препараты Такие как гистохром, который выпускается в двух формах Это кардиологическая форма и офтальмологическая форма Кроме того, у нас есть и некоторые другие медицинские препараты Получаемые из наземных растений То есть, в принципе, можно считать эти средства гомеопатическими скорее Либо это все-таки действительно полноценные лекарства Либо это биологически активные добавки к пище Вот как бы вы классифицировали эти препараты? Все-таки это настоящие лекарственные препараты То есть, стоит обратить на них внимание, да? Обязательно стоит Это самостоятельные, зарегистрированные в нашей стране медицинские препараты Но есть, конечно, еще и БАДы Но я бы хотел дополнить Сергея Николаевича У нас в стадии разработки есть еще один препарат, который называется Кумазид Это препарат, полученный из нашей дальневосточной кукумарии Японика Который все знают и встречают нас на прилавках магазина И любят И очень любят употреблять пищу Вот этот препарат содержит особые вещества, которые называют ретерпеновый гликозид И он позиционирует себя как иммуномоделирующий препарат То есть, его можно использовать при различных иммунодефицитных состояниях При онкологических заболеваниях, при вирусных инфекциях, ну и так далее Сейчас, на данный момент, этот препарат прошел доклинические исследования И мы пытаемся найти финансирование, чтобы пройти вот уже клинические испытания И зарегистрировать его в нашей стране Насколько мне известно, например, в Японии в ежедневный рацион школьников Входит икра морского ежа И тем самым исследования показывают, что смертность, да Точнее, возраст, срок жизни японцев Он достаточно высокий по сравнению со сроками жизни жителей других стран Вот можно ли говорить о том, что впоследствии появится лекарство Действительно может быть влияющее на злокачественные опухли? Я так думаю, что наш институт над этим работает ежедневно У нас есть лаборатории, которые занимаются тестированием различных соединений на опухолевые клетки И на колонию опухолевые клетки Ну и в перспективе, я так думаю, что мы вполне сможем создать какой-то препарат Который будет бороться с неблагоприятным В одной из заметок вашей экспедиции я читала, что вы подкармливаете мышей овощами и фруктами Чтобы поддерживать нормальный уровень витаминов у них в организме То есть мышей тоже с собой возите, да? Да, обязательно Это у нас как рабочая группа, на которых мы проверяем наши экстракты Которые мы получаем из морских организмов И смотрим уже, какие экстракты токсичность проявляют, какие не проявляют Какие действуют на опухоли, какие не действуют и так далее То есть первичную обработку, первичный скрининг Мы уже непосредственно на корабле все это делаем А что еще позволяет, насколько академик-опарень, да? Он дает возможность в исследованиях То есть насколько широка сфера там То есть вы, по сути, ведь все свои научные работы, которые в экспедициях происходят Вы проделываете на нем и уже приезжаете с каким-то результатом Я правильно понимаю? У нас идет первичная обработка То есть основная задача у нас сбора биологического материала То есть нам нужно брать какую-то коллекцию морских организмов и микроорганизмов Обработать их, то есть получить из них экстракт И проверить этот экстракт на биологическую активность А потом, когда мы уже возвращаемся сюда на берег, в институт Мы смотрим те объекты, которые показали наивысшую биологическую активность Если они собраны в достаточном количестве Мы их используем уже для каких-то химических работ И потом стараемся выделить то целевое вещество Которое показало биологическую активность и дальше с ним работаем То есть академик Апарин позволяет такую базовую часть наших исследований выполнить То есть собрать материал, первичный обработать и доставить в замороженном виде сюда, к нам, в институт То есть он, собственно, так упрощает жизнь ученым Потому что вы, как говорится, с корабля на бал То есть вы тут же собрали, тут же проделали вот эту первичную работу Но уже впоследствии продолжаете здесь, во Владивосток Я бы сказал, не то, что он упрощает Он как бы очень необходим для нашего института Поскольку у нас большинство лабораторий работает с морскими объектами И такие экспедиции, как в Арктику или во Вьетнам, на Филиппину Для нашего института просто жизненно необходимы Как раз давайте об этом чуть позже поговорим Мы сделаем небольшую паузу Прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор Вот вы как раз заговорили про пункты экспедиции Расскажите, по какому принципу выбираются эти локации? Ну, изначально известно, что острова — это такой кладезь различных морских организмов Там можно встретить самые разнообразные группы живых объектов И макроорганизмы, и микроорганизмы, и водоросли, и беспозвоночные Вот в наших морях наиболее интересная группа островов является, конечно же, Курильские острова Во-первых, там глубины самые разнообразные от литеральных зондов, больших глубин И там течения пересекаются различные И, соответственно, могут эти формы жизни перемешиваться И наш институт уже многие годы посещает Курильские острова Различные от южных до самых северных И каждую экспедицию мы находим что-то новое для себя Набираем какие-то новые объекты И я так думаю, что эта область для нас будет еще в дальнейшем исследоваться Ну, а что касается, допустим, южного направления То здесь, прежде всего, такую важную роль играет как международное сотрудничество То есть с Вьетнамом и с Вьетнамской академией наук и технологии Наш институт сотрудничает уже многие годы И в рамках этого сотрудничества одним из пунктов Это вот как раз является наша совместная экспедиция с вьетнамскими коллегами А сколько, как правило, длится экспедиция? Ну, как правило, на север мы ходим примерно 30-35 суток На юг немножко побольше, потому что там переходы идут 8-9 дней туда, 8-9 дней обратно Поэтому где-то 55, ну, в среднем суток Ну, иногда немножко больше, немножко меньше Также читала, что в одной из экспедиций Не могу точно сказать, в какой, вы, наверное, сейчас нам подскажете Был очень сильный шторм постоянно Качало и ученым, ну, конечно, тяжело приходилось, потому что морская болезнь — это такое дело Это как раз вот прошлая наша вьетнамская экспедиция И когда мы ходили в Арктику с институтом биологии моря, там тоже были довольно серьезные шторма По 6 баллов, по 7, наверное Ну, тем не менее, как видите, все остались живы-здоровы Цель целей экспедиции были выполнены полностью Поэтому, конечно, погода вносит свои коррективы, но мы все равно стараемся В марте-апреле предстоит еще одна экспедиция — экспедиция на Филиппины Расскажите о ней, и давайте, наверное, поговорим подробнее о сотрудничестве с иностранными учеными Экспедиция на Филиппины предполагается продолжительностью 55 суток Что касается, будут ли на борту филиппинские ученые То сейчас, в настоящее время, заместитель директора по связям с коллегами Шепетова Наталья Михайловна как раз занимается этим вопросом Переписывается с филиппинскими учеными И мы бы хотели, чтобы, конечно, на борту судна в предстоящей экспедиции был отряд филиппинских ученых Но пока, к сожалению, мы не можем определенно это сказать То есть это еще пока в планах, да? Таких желаемых? Это пока в планах А вот возник вопрос, к нам приезжают ли иностранные ученые в подобных экспедициях? Ну, не в рамках экспедициях, а в рамках международного сотрудничества, да Вьетнамские коллеги приезжают к нам в институт уже многие годы И в нашу лабораторию, в которой работаем мы с Сергеем Николаевичем И в другие соседние лаборатории Они там стажируются, привозят свои какие-то материалы Доделывают их, потому что наша техническая база, она, конечно, на порядок лучше, чем во Вьетнаме Вот, и наши специалисты, ученые консультируют их по различным вопросам Вот, и они выполняют свои, скажем так, диссертации, диссертационные работы Получают степени PhD уже у себя Благодаря тому, что они проходят такую серьезную практику у нас, в нашем институте Давайте поговорим подробнее именно о целях и задачах филиппинской экспедиции Если я не ошибаюсь, с марта по апрель, да, она будет проходить весной? Ну, по-моему, с 15 марта, да, Сергей Николаевич, планируется? Да, экспедиция планируется, экспедицию планируется начать 15 марта И закончить в начале мая Вот, что до цели и задач, то они, в принципе, остаются теми же, как и в северных экспедициях Это изучение биохимического разнообразия морских микро- и макроорганизмов В той зоне, где будет Мирового океана, где состоится экспедиция То есть в районе побережья Филиппин Кроме того, в задачи входит сбор коллекций морских микро- и макроорганизмов Для пополнения коллекций О которой мы говорили, да, наверное, в начале программы? Да, для пополнения коллекций микроорганизмов и макроорганизмов И не только в нашем институте Но и на борту в предстоящей экспедиции будут присутствовать и коллеги из Института биологии моря У них также есть коллекция морских макроорганизмов То есть мы собираем эти микро- и макроорганизмы Не только для выделения из них биологически активных веществ Но и для пополнения коллекций Ну вот, собственно, такие задачи перед нами будут стоять А как много пунктов на Филиппинах вы планируете посетить? Сколько локаций конкретно? Потому что Филиппины – это же огромное количество островов Да, это просто Планируем посетить несколько островов И опять мы, к сожалению, не можем сейчас точно сказать, какие посетим Еще идут переговоры с филиппинскими коллегами Это связано с тем, что некоторые острова являются спорными, как известно И будем ли мы на них работать или нет, пока неизвестно Тимофей Владимирович, вы ведь на Чукотке были в экспедиции Да, были на Чукотке Расскажите о ней Экспедиция была не совсем на Чукотку В Чукотское море, это немножко севернее, тоже Арктика настоящая Наша группа от нашего института пошла в состав этой экспедиции, которая организовывала Институт биологии моря Сейчас он называется Национальный научный центр морской биологии Туда вошел и заповедник, и наш океанариум И мы работали возле двух островов Это острова Геральда и остров Вранглия Который является сейчас тоже заповедником уже довольно долгий период времени И мы, в общем-то, те же самые задачи, которые всегда ставятся в экспедициях перед нашим институтом Там и выполняли Конечно, там были более, скажем так, сложные условия Это Арктика, там был лед уже паковый начинался Это был сентябрь-октябрь На островах всегда присутствуют белые медведи Это уже определенная сложность, особенно для работы водолазной службы То есть, когда водолаз ныряет, а там в 20 метрах поплывает от него медведь Это психологически на него оказывает определенное влияние А это ведь самое опасное, к слову, медведь Ну, честно говоря, насколько нам сказали наблюдатели заповедника Сейчас у них идет такой период голода И они не охотятся, пока лед не станет В период голода, в смысле, диеты Да, они немножко успокоили наших водолазов, чтобы они не сильно напрягались в этом плане Но, тем не менее, медведей мы наблюдали вживую Один из медведей подпылал прямо к нашему кораблю буквально метров 50 Проверял, кто там на корабле находится И потом разорнулся в угол А бывали ли еще какие-то ситуации? Ведь действительно, как вы правильно подметили, это ведь не всегда такие приятные условия Все-таки экспедиция, она как раз-таки наоборот подразумевает какие-то, может быть, даже происшествия, я не знаю Потому что ты не знаешь, как поведет себя погода Тут уже дикое животное, которое находится рядом Могли бы вспомнить какой-нибудь такой яркий момент? Ну, к счастью, у нас таких серьезных случаев не происходило Да, но у нас капитан, очень хороший штурман Он заблаговременно всегда следит за погодой Если возникают какие-то области пониженного давления Мы всегда снимали с якоря с места работы Подходили где-то к островам Прятали за остров с подлительной стороны Или какую-нибудь бухточку там тоже Ну, о таких серьезных происшествиях, к сожалению, не могу рассказать Потому что, к счастью, они не происходили То есть вы следите и за вами следят Да, да А вообще, понятно, что экспедиция – это, безусловно, часть работы большинства ученых Но, тем не менее, не могу не спросить Как вы эмоционально к этому относитесь? Любите, не любите экспедиции? Всегда ли хотите в них отправиться? Ну, честно говоря, экспедиция – это такая часть нашей жизни И я думаю, каждый исследователь, который побывал хоть раз в экспедиции Уже душой к этой экспедиции прикипает И в дальнейшем тоже ему интересно побывать в новых местах Что-то новое видеть Но, конечно, это определенные сложности В настоящий момент судно Академика Парина уже 31 год Он был построен в 1985 году Мой ровесник И, естественно, он находится сейчас в несколько, скажем так, не очень хорошем состоянии Особенно страдает научный комплекс За которым, к сожалению, не особо так внимательно следят Ну, и погода тоже вносит свои коррективы определенные И другие сложности тоже иногда у нас возникают Но, тем не менее, экспедиция – это всегда романтика Это всегда интересно У вас кто-то даже стихотворение посвящает, я видела Да, у нас есть сотрудник в нашем институте На лаборатории химии ферментов Которая обладает таким поэтическим даром И вот на переходе, когда мы плыли во Вьетнам Мы проходили, по-моему, Корейский пролив Там очень много кальмароловок Они подсвечивают море ночью Там очень так все зарево такое И, видимо, как-то он немножко вдохновился этим И сочинил несколько стихотворений по этому поводу У нас время выходит И хотелось бы напоследок, чтобы вы рассказали Может быть, все-таки о ближайших планах Ну, помимо экспедиции на Филиппины Может быть, какие-то разработки Вот-вот готовы к открытию новые, новейшие, да? Мы уже говорили, что институт выпускает Продукты функционального питания Биологически активные добавки И медицинские препараты Ну, работа идет над этим постоянно Над подготовкой Над выделением новых биологически активных веществ Из морских организмов Над их биоиспытаниями И с последующим продвижением их вещества Кандидаты в медицинские препараты Как-то так Что ж, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли Вам удачной экспедиции Спасибо, что нашли время Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова